Под звуки нестареющей Рио Риты, исполненной вживую оркестром в уютном уголке перед стеллой памяти, павшим в Великой Отечественной войне, собрались представители разных поколений. В первых рядах зрительного зала под открытым небом, на почетных местах ветераны. В приподнятом настроении они не только принимают поздравления и пожелания, но и сами адресуют теплые слова всем поколениям. С отличным настроением пришел. Поздравляю вас с праздником Победы. Вы заявили эту победу. Счастья всем нашим россиянам. Быть здоровым, всегда стремиться выполнить то, что получают. Любить надо жизнь. Любить жизнь, которую нынешним поколением отвоевали на фронтах деды и прадеды – высокая честь. Слова благодарности в адрес тех, кто заплатил за победу высокую цену, произнес и глава города. Мы гордимся своими победителями. Мы говорим спасибо и низкий поклон всем фронтовикам, живым и мертвым. Неизменный символ Дня Победы – георгиевская ленточка, которая в эти дни красуется на груди каждого. Эта традиция почитается во многих странах. И по мнению священнослужителей, а накануне Дня Победы все христиане отметили День Георгия Победоносца, георгиевская лента давно является не только символом победы, но и символом правды. То, что вы сделали, то, что вы смогли отстоять нашу страну от великой беды, это подтверждает, что правда всегда победит. Еще одна традиция празднования Дня Победы – минута молчания в память от тех, кто не вернулся с поля боя. И уже после этого обязательно возложение живых цветов к памятной стели. Не обошлось сегодня и без другой русской традиции, тесно связанной с фронтовым прошлым – полевой кухней. Она развернулась неподалеку. Ароматная каша, ржаной хлеб – как правило, за этим солдатским пайком выстраивается целая очередь. После чего ветераны приглашают друг друга в гости на чашку чая. Сегодня такое приглашение получил и мэр города Анатолий Пахомов. Он отправился к ветерану Великой Отечественной войны – идеи Валентиновне Морозовой. Ее личный фотоархив насчитывает десятки фотографий военных лет. Такому позавидует любой музей. Вон, видите, столько папок. У меня все фронта, все сражения, по всем сражениям материал. На столе чай, пирожные и конфеты. Беседа непринужденная о предстоящем празднике, о том, что сделано в городе и что необходимо сделать. Главная задача – это сегодня полностью теплом, заботой окружить наших ветеранов, взять на вооружение могилки тех, которые умерли, их привести в порядок. В завершении встречи мэр высказал надежду увидеть идею Валентиновну, как и всех сочинских ветеранов и участников войны, на мемориале 9 мая, чтобы лично поздравить с величайшим праздником нашей страны.